вот тут у меня посылочка которая пришла буквально накануне я ждал ее не буду делать типичной распаковки просто так открою и покажу вам тут всякое барахло для сборки пробирка кипятку даже прислали так все это естественно 4 и вот этот вот новый формикарий в него я буду ближайшее время пересаживать винаторов как видите площадь арены больше чем площадь арены здесь вот посылка с винаторами получена и пора озадачиться пересадка их в новый формикарий открылись новые перспективы для содержания и я не удержался и заказала этих муравьев взамен тех которых мне пришлось отдать тем осталось открыто много эксперименты с этими необычными для наших мест монстрами не закончились а если есть еще потенциал грех его не использовать забегая вперед скажу что эта пересадка была сумбурная и проходила в некоторые спешки и стала самой корявой пересадкой из всех что у меня были я поначалу не хотел выкладывать этот ролик ну во первых я еще парился с новой камерой на которую решил снимать эту процедуру нервничал из-за неудовлетворительного освещения торопился руки тряслись и волновался и в конце концов винаторы этого мне безобидные мурашки наших регионов но забегая вперед скажу что обошлось все без эксцессов разве что я после пересадки еще около получаса искал убежавшего и позабытого муравья но в конце концов и он был найден никто в этот раз не был укушен и переселить их я успел впритык впритык ну в общем что я все говорю да говорю смотрите сами сразу после получения и распаковки муравьев я установил пробирку на импровизированный штатив таком состоянии муравьи прожили еще сутки дожидаясь переселения упакованы они были хорошо плесени не было и потому я дождался когда на следующий день мои отправиться на прогулку как только дверь закрылась я приступил к мистерии пойти решил классическим путем подготовил переходную муфту и трубку для переселения муравьев из пробирки такие устройства всегда должны быть максимально надежными заглушка формика убрана убедившись что мой переходной шланчик не пройдет в отверстие я устанавливаю его прямо в гнездо выхода на арену шланчик входит туго самое то что нужно открываю пробирку резинка которая стянут остальная сеточка закрывающая ее вещь капризные немного мешает штатив я решаю его убрать но в конце концов резинка соскочила и сеточка буквально слетела с пробирки а вместе с ней два муравья разлетелась по столу решаю пока на них не отвлекаться и закончить с подключением пробирки муфточка вошла плотно-плотно это самое главное в ней я уверен она не соскочит проверено не раз пробирку подключил теперь срочно ловить беглецов вижу еще муравья спрятавшегося в сеточке тот что бегает рядом проявляет все признаки агрессии с ним нужно быть поосторожнее я переключаю его агрессию на кисточку и как только изображающий из себя злобную собачонку муравей вцепляется в нее я переправляю его в новое жилье удостоверившись что муравей в сеточке жив и здоров и только напуган отправляю этого бедолагу вслед за приятелем тем временем другие винаторы время не теряют пора увлажнить формикарий конечно лучше это всегда делать заранее перед тем как увлажнить гипс я засыпал субстрат так как эта операция требовала крайней внимательности и сама по себе не интересно я ее не снимал и потому сегодня вы ее не увидите эту процедуру я демонстрировал в самом первом ролике про харпигната свинатор кому интересно смотрите там скажу коротко что я сразу добавил субстрат с колонии клеща гиппоасписа вот он в этой синей крышечки первые разведчики исследуют гнездо антрума хотя винаторы в этот раз пришли практически чистые но клещи на муравьях все же заметны тем временем все новые и новые поселенцы спешат к выходу на арену этот муравей явно вернулся после доклада и прямиком направляется в гнездо и Продолжение следует... Прошло, наверное, около часа. Признаков переселения не наблюдается. Винаторы шныряют по проходу туда-сюда. Они явно решили, что в пробирке им более привычнее. Но, естественно, меня это нисколько не устраивает. Минимум дней пять в дороге муравьи ничего не ели. Забрасываю им вот этого на легкий перекус. Спустя минуту таракан убит. Коронный смертельный захват винаторов. Иду на кухню за оставленной там заслонкой. Ждать больше не хочу. Я перенес формикарий для окончательной пересадки в комнату, где на голом линолеумном полу я случай чего успею перехватить возможных беглецов. Пробирку отключил, заслонку установил. Кошку запер на кухне. Пора завершать процедуры. Конечно, может кто-то скажет, что я действую неправильно. Я это понимаю. Я осознаю все риски, но у меня уже есть опыт. И короче, не повторяйте этого дома. Дальнейшие мои манипуляции наглядны и понятны. Я попросту вытряхиваю муравьев в новый дом. Все, пробирка чиста. Ну, конечно, я имел в виду то, что в ней не осталось муравьев. Беглец, что выпал из трубки в самом начале, тоже не забыт и пойман. И вот, наконец, эта весьма коряво исполненная процедура окончена. Муравьян все же приходится переселяться в новое гнездо. Они расползаются, занимая облюбованные камеры. А на арене, тем временем, изголодавшиеся охотники нетерпеливо колдуют над добычей. Они продолжают жалить несчастного таракана всячески, проявляя голодное нетерпение. Понаблюдав за голодающими, я сворачиваю съемку и убираю муравьиную ферму в безопасное место. Скоро я увезу их в место их постоянной дислокации, куда довольно регулярно стану наведываться. Дома у меня эти монстры, увы, жить не будут. Еще раз повторю, что пересадку ни в коем случае не считайте эталонной. Этот ролик просто демонстрация новой колонии, нового формикария и констатация свершившегося факта только и всего. Кому интересна судьба этих муравьев, отлайкайте ролик, комменты и все такое. Ну а мне пора, у меня еще две неустроенные колонии на очереди, но о них, естественно, свое время. Субтитры создавал DimaTorzok